Через кожное коронарное вмешательство кажется приемлемой альтернативой, если у больного есть ишемическая болезнь сердца и какое-то онкологическое заболевание. Ну вот ассоциации. Частые онкологические заболевания – это рак легкого, рак простаты, колоректальный рак, разные виды лимфомы, мелопролиферативные заболевания, которые очень часто ассоциируются именно с ишемической болезнью сердца. Ну тут две причины. Часто это мужчины из перечисленных этих патологий среднего или выше, более возрастные, поэтому у них просто сочетание этих заболеваний довольно часто. ИБС часто манифестирует после начала сердца, особенно если у больного были опухоли, средостения, рак молочной железы, если длительная история химиотерапии, лучевой терапии, при раке легкого. Проявление от асимптомного течения до тяжелой стенокардии инфакта миокарда с тяжелой сердечной недостаточностью. Вот о влиянии химиотерапии. Два слова сказали, но на этой таблице коротко, но очень четко представлено, что очень разные по своему механизму действия препараты. Очень многие из них вызывают эндотелиальную дисфункцию, коронарный спазм, агрегацию тромбоцитов, тромбозы артериальные и так далее. И поэтому ишемическую болезнь сердца разного механизма. Диагностика ИБС у онкобольного нередко затруднена. Очень важен расспрос, просто элементарные три вопроса, где есть ли у человека дискомфорт или боль в грудной клетке, когда возникает и как она проходит, есть ли инфаркт миокардовой анамнезы. Что касается одышки, покоя или при нагрузках, отеков, гипертонии, сердечной недостаточности, почечной дисфункции, это может быть как ассоциированное состояние, так и просто состояние, связанное с онкологией. Поэтому не всегда одышку можно отдифференцировать у больного с анемией, например, или поражением легких, метастатическими или большой опухолью. Трудно сказать, с чем связана одышка. То есть это выявлять надо, но это не является надежным признаком. Инструментальная диагностика – это стресс-тесты с визуализацией, это с синтеграфией или с эхо. МСКТ-коронарография, которую в некоторых клиниках довольно активно используют, возможно, это оправдано. Инвазивная коронарография, когда это нужно. Ну и ультразвуковая диагностика и МРТ сердца. Коронарография и ревоскулиризация у онкологического больного. Показания коронарографии и ревоскулиризации ровно те же, как у любого больного СИБС. То есть если у больного есть рефракторная к оптимальной медикамидозной терапии стенокардия, ему показана коронарография. Только лишь потому, чтобы посмотреть, нет ли у него ИБС, можем ли мы его лечить, коронарографию проводить не стоит. Хотя так стоит вопрос очень часто во многих клиниках. Доказанная ишемия, миокарда при стресс-тости или спонтанном приступе. Ну, безусловно, острый коронарный синдром со всеми проявлениями, это опасное состояние является показанием поведения коронарографии, инвазивной коронарографии. Ревоскулиризация, в общем, примерно те же самые, очень важна просто в том случае, если у нас есть доказанная ишемия миокарда или очень высокая вероятность ишемии. Современная диагностика значимости стеноза, вот в этой категории больных, применением современных технологий, как фракционный резерв кровотока или внутрисосудистый ультразвук или оптическая конгрентная томография, еще более важны, потому что там некоторые тонкости, которые позволяют действовать или не действовать в некоторых случаях. Вот эти все вещи, то есть неинвазивная диагностика ишемии есть или нет, использование современных технологий позволяет избежать ненужных и неоправданных вмешательств. Потому что кажется, что чрезкожная ревоскулиризация очень привлекательна для онкобольного, ему там открывают дорогу на большую операцию или продолжение лечения, но однако надо помнить, что она не является совершенно безопасной рас, и она за собой требует назначения агрессивной антитромботической терапии, которая часто для этих больных очень проблемна, поэтому это когда можно не делать, нужно не делать. Особые категории больных, это у которых было облучение, особенно левой половины грудной клетки или средостение, и когда доза облучения, некоторые считают, что 30, некоторые считают, что 35 или 40, но это уже когда сверхвысокая доза, вероятность очень высока, что сосуды попадут в эту зону, в сердце в том числе. Особенности ангиографии или интракоронарного вмешательства. Доступ во всех случаях, когда это возможно, надо использовать радиальный, потому что он достоверно снижает риск кровотечения и даже снижает смертность у больных, например, с ОКС. Петрин доступ, если невозможно, радиальный доступ, у больного стоит ауфистула, у него окклюзия в средстве, допустим, облучения, сосудов верхних конечностей и так далее. Использовать минимальное по диаметру устройство, рано активизировать больного и применять меньшие дозы гепарина при тромбоцитопении. Вот так, половинную дозу обычную, которая применяется. При доведренном доступе нужен ангиографический контроль места доступа для того, чтобы не упустить все разные осложнения. Особенности при вмешательстве через кожный коронарный, те же, в общем, что при коронарографии. И вот когда принимается решение, нужно или не нужно что-то делать, надо учитывать прогноз больного. У нас консилиум всегда начинается с первого вопроса к онкологу. Какой вероятный максимально благоприятный сценарий? Если больной с прогноза в жизни менее одного года, то, безусловно, при остром коронарном синдроме через кожное коронарное вмешательство надо делать. Во всех остальных ситуациях очень надо взвесить, нужно или не нужно вмешиваться, есть ли медикаментозный какой-то резерв. Если все-таки рефракторная стенокардия, конечно, ЧКВ надо проводить как палиативная, не заставлять больного страдать еще от тяжелой стенокардии. Если выбрана уже стратегия ЧКВ, то при крайней степени тромбоцитопении некоторые считают, что можно проводить только баллонную ангиопластику, чтобы не назначать агрессивные препараты. При количестве тромбоцитов выше, чем 30 тысяч, можно использовать, как обычно, стенты нового поколения и сократить срок антиагрегантной двойной терапии до 3 и даже до 1 месяца. Если тромбоцитопение присутствует и если есть такие возможности, вместо гепарина проводить вмешательство с использованием ингибитора тромбина биволируидина. Ну, хотелось бы вот короткий случай привести, больному было 58 лет, такой типичный Кушенгоид, пришел на прием, тяжеленная стенокардия. Ну, вот человек вот сел, встал, чтобы я его послушал, у него он глотает нитроглицерин. Мы спрашиваем, вот он получает преднизолом, я говорю, по какому поводу вы получаете? У меня была не хоть джокинская лимфома, он человек достаточно молодой и работает до сих пор. У него сахарный депет второго типа, на максимальной антиагринальной терапии поступил с приступами станокардии напряжения и покоя. И вот мы ему вынуждены были делать коронарографию, у него окклюзия высокая правой коронарной артерии, и у него диффузное поражение передней межелудочковой артерии. То есть у него практически нет коронарного резерва. Вопрос Акаша, сразу хирурги отмели, потому что у него вероятная спаечная болезнь такая, что открыть перекарду у него практически невозможно адекватно. И мало того, мамарные артерии могут быть обе повреждены, это очень высокая вероятность. Принимается решение о ревоскулизации поэтапно, восстанавливается правая коронарная артерия и используем атеректомию, вот это кальцинированная передняя межелудочковая артерия. Вот результаты облучения 15-летней давности. Если больному предстоит операция по поводу онкологии, если подходить к стандартным наборам, тем, которым мы вообще используем все больные, то тут, конечно, все больные более или менее онкологически попадают в категорию операции высокого риска. У операции, у которых 30-дневная смертность превышает больше, чем 5%. В этом случае, конечно, еще более трудно принимать решение ревоскулизации, когда ее проводить, в каком виде. Но в любом случае перед операцией мы можем пользоваться этой довольно простой схемой. При расспросе спросить, какой уровень функционализируется у человека. Он может хотя бы зашнуровывать ботинки или занимается спортом. Это принципиально разные больные. Если человек ни на что не жалуется, ведет активную жизнь, ему не надо делать все, что у нас есть в арсенале. Его надо оперировать от онкологического заболевания. Параллельно пройти какие-то элементарные вещи типа эхону и так далее. Большинство больных находится в этой серой зоне. Мы не знаем, по какому поводу у него есть ограничения. Поэтому приходится их обследовать по тому алгоритму, который сказали ранее. Если ишебия доказана, то возможна ревоскулизация до операции. Мы говорим о чрезкорной ревоскулизации. Во всех случаях надо стараться максимализировать консервативную терапию для того, чтобы избавить больного от приступов остальной кардией. Иногда достаточно вызывательная тактика. Так поступаем, когда у нас есть больной с высоким риском онкологии, например, с непроходимостью или кровотечением из толстой кишки, из опухоли. И у него есть ИБС. Значит, мы берем его на операцию. Если развивается острый коронарный синдром, мы экстренно вмешиваемся. Вот такая тактика тоже есть. Или ревоскулизация откладывается на после этапа онкологической операции. Если больной из него выходит хорошо, а ему предстоит дальнейшее лечение, в большинстве случаев это химиотерапия, то ему, конечно, коронарный резерв можно улучшить с помощью чрезкожного коронарного вмешательства. Мы говорили о значимости современных методик и возможности современной терапии. Вот исследование астероид показало, что прием агрессивной терапии статинов уменьшает объем атеромы. Поэтому не всегда, если у больного хороший прогноз, у него стенокардия относительно невысокого функционального класса, надо помнить, что мы имеем возможности, которые могут повлиять на атерому. Если принято проведение все-таки о чрезкожном коронарном вмешательстве, мы уже почти все пользуемся исключительно стентами с лекарственным покрытием, оптимизируем установку стента максимальной, но с использованием визуализации, и сокращаем срок антитромботической терапии, потому что это большинство больных с высоким риском кровотечения. А возможности раскрытия и нераскрытия стента указаны на этом статусе. Вот так недораскрытый до нужного диаметра стент, который ангиографически выглядит хорошо, очень часто причина беды тромбозов и других осложнений. Тогда добиваться делать так, как это нужно, вот раскрывать его полностью, это важно. Схема, которую предлагает Европейское общество кардиологов, назначение двойной антиагрегантной терапии после ЧКВ, они просто логически делятся на две категории. Больные с невысоким риском кровотечения и больные с высоким риском кровотечения. И логика этой сложной схемы довольно простая. Чем у больного больше высокий риск кровотечения, тем меньше срок назначения двойной терапии, а именно аспирина и клопидогреля. Если большой риск кровотечения, то сокращается срок. Если риск тромбоза превалирует, то он удлиняется. А с онкологическим больным к какому категории относятся? Это больной с высоким риском тромбоза и высоким риском кровотечения, к сожалению. Поэтому никто не может сказать о каждой конкретной ситуации, как можно. Мы стараемся сократить этот срок. Условия для этого оптимально поставлены в современный стенд, который действительно эндотеризируется быстро и дает возможность сократить срок назначения терапии. Из всех комбинаций, все-таки аспирин и клапидогриль, большинство экспертов считают, что это наименее агрессивная, безопасная и эффективная комбинация. Но при ОКС мы пользуемся аспирином с тикогрилором, и только лишь потому, что если развивается кровотечение, тикогрилор от меня очень быстро инактивизируется, в отличие от клапидогриля. Поэтому мы только при ОКС. В заключение, что у онкологических больных проводится по тем же показаниям, что и у больных, и у других больных с ЭБС. Самое частое показание – это острый коронарный синдром. Современные технологии проведения ЧКВ позволяют сократить длительность двойной антитромботической терапии, снижать риск кровотечения. При хронической ЭБС – это оптимальное медикаментозное лечение. ЧКВ только при эффективности медикаментозного лечения. И особенности онкологических больных заставляют принимать специальные меры предосторожности и планировать чрезкорное коронарное вмешательство в зависимости от клинической ситуации. Тут нет четко разработанного алгоритма. Каждый больной – это новый случай. Спасибо. Спасибо.